Я изначально хотела быть моделью, потом подумала, что с вами диагнозом, но вряд ли это получится. Но все-таки мама сказала, что получится, и я решила попробовать. Потому что модели не такие изящные, у них так все хорошо получается. Диагноз Маргариты Крупской – ДЦП. Для 14-летней девочки, мечтающей о подиуме, свете софитов и своих фотографиях в глянцевом журнале, звучит как приговор. Но это не так. И сегодня, благодаря проекту «Мечтателей», ее заветное желание хотя бы частично, но исполнится. Там полный день слов нету. Просто нету слов. Будем нарезаться? Да. Ну, пошли. Сегодня Маргарита принимает участие в сессии профессионального фотографа. Ей не только подбирают гардероб и делают прическу, но еще ищут рабочую сторону будущей модели и учат премудростям профессии. Слышала теорию о том, что у каждого человека есть какая-то одна более фотогеничная сторона рабочая, как их называют? Да. Слышала. Про себя ты в курсе? С одной стороны, чтобы движение было естественно, отлично. Смотри, пальчики здесь нужно раскрывать. Потому что если пальчики у нас вот так, они и на фото получится, как у другого. Марго готова? Один, два, три. Называть себя модель просит исключительно Маргарита или Марго. Таковы условия, рассказывает мама девочки. Екатерина всегда поддерживает дочь, будь то выбор уменьшительного имени или выбор профессии. Всегда мы с ней стараемся бывать на фотосессиях. Для подиума, допустим, для ходьбы мы танцами занимаемся. Мы занимаемся вокалом, заняла третье место на международном конкурсе, где ее даже выделили там отдельным дипломом. Кем точно будет, Маргарита еще не определилась. Может моделью, может стилистом или дизайнером, а возможно и парикмахером. Но в своем возрасте она точно знает, все получится, если очень захотеть. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует. Субтитры сделал DimaTorzok